Вопросы формирования земель для реализации инвестиционных проектов, в том числе для строительства жилья эконом-класса, неоднократно озвучивались и на федеральном уровне. И неоднократно эту тему поднимало и ставило актуальной задачей перед правительством Чувашьей Республики глава Чувашьей Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Еще в мае в своем 600-м указе президент Российской Федерации указал, что необходимо формирование земельных участков для строительства жилья эконом-класса, при этом необходимо предусмотреть возможность предоставления этого земельного участка безвозмездно. Но соответствующий нормативный документ Кабинета Министров Чувашьей Республики в конце прошлого года еще принят под номером 427, в котором четко прописано, что земельный участок формируется для строительства жилья эконом-класса, предоставляется строителям, то есть инвесторам на аукционе. Арендная плата стоимости данного земельного участка определяется равной стоимости земельного налога. И соответственно, конечно, основным условием, кто выиграет этот земельный участок, это стоимость квадратного метра жилья эконом-класса. Соответственно, одним из условий проведения конкурса на предоставление данного земельного участка, это является определение в конкурсной документации определенного размера, то есть стоимости жилья квадратного метра. Ну, соответственно, выигрывает тот инвестор, тот строитель, который предложит на имеющую стоимость квадратного метра жилья. Следующая тема – это создание прозрачной системы получения полной информации о земельных участках, которые имеются и в государственной собственности, и в муниципальной собственности. Это было озвучено и в октябре президентом Российской Федерации. В последующем был принят указ главой Чувашьей Республики номер 114, где было предписано, что необходимо создание базы информационного ресурса о земельных участках, которые возможно использовать для реализации инвестиционных проектов или для строительства жилья эконом-класса. Но данный информационный ресурс на сегодняшний день создан. Порядок его создания также расписано или предусмотрено или написано в самом постановлении Кабинета Министров Чувашьей Республики номер 500, в соответствии с которым четко указан порядок взаимодействия органов и исполнительной власти по рассмотрению. На сегодняшний день информационный ресурс размещен на сайте имени имущества, и также эта информация имеется на портале органов исполнительной власти Чувашьей Республики. Данный баннер содержит информацию о земельных участках, которые имеются и в республиканской собственности. Сегодня конкретно включено там 7 земельных участков общей площадью 30 гектаров. Здесь можно получить полную информацию о земельном участке, его месторасположении, площадь земельного участка, кадастровая стоимость, вид разрешенного использования, наличие коммуникации или ближайшая отдаленность от коммуникации, если на земельном участке не имеются эти коммуникации. Но кроме этого идет активное формирование земельных участков муниципальными образованиями для включения в этот единый информационный ресурс. На сегодняшний день муниципальными образованиями предоставлено 59 земельных участков общей площадью 10,21 гектар. После положительного заключения Минстроя эти земельные участки подлежат включению в данный информационный ресурс. На сегодняшний день как раз идет изучение этих земельных участков в Министерстве строительства, возможности их включения в информационный ресурс. В последующем все эти земельные участки будут включены. Немаловажная тема, которая была обозначена Путиным еще в октябре на госсовете, это формирование земельных участков из земель неразграниченных. Сегодня, если смотреть по балансу земель, 26% земельных участков в целом по республике, это земли неразграниченные. Это как раз тоже тот источник формирования земель именно для реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день поставлено перед муниципалитетами предусмотреть в своих бюджетах объемы средств муниципальных бюджета на формирование земельных участков. Сегодня 10 муниципальных образований предусмотрели эти деньги, более 3 миллионов или более точно 3,3 миллиона рублей. Но стоит задача и перед всеми муниципальными образованиями, районами и городами для того, чтобы каждый предусмотрел определенный объем средств на формирование земельных участков. Следующий источник формирования земель для реализации инвестиционных проектов это у нас федеральные земли. Сегодня также ведется работа муниципальными образованиями, на территории которых имеются федеральные земли, земли федеральной собственности. По их формированию возможности использования для инвестиционных целей или для строительства объектов капитального строительства. В последующем, чтобы их формировать и уже работать федеральным центром по возможности использования для определенных целей. На сегодняшний день 18 земельных участков обсуждается, рассматривается муниципальным образованием общей площадью 59 гектаров. После того, как уже окончательное заключение будет получено с министру и возможности использования этих земельных участков для цели строительства, в последующем уже будет подготовлено обращение в федеральный центр для возможности их использования для указанных целей. Сегодня по информационному ресурсам мы работаем с инвесторами, для того, чтобы была возможность реализации на этих территориях конкретно реальные инвестиционные проекты. Насколько интересны эти земли, как Вы считаете, с точки зрения строительства? Не получится ли так, что социальное жилье, жилье эконом-класса будет строиться на землях, скажем так, на окраине города, которые пока еще не освоены коммерческим жильем? Те земельные участки, которые мы сегодня имеем, я уже сказала, они не только направлены на строительство жилья эконом-класса, они направлены для привлечения инвесторов, для цели строительства и других инвестиционных проектов. Что касается именно строительства жилья эконом-класса, сегодня муниципалитеты формируют эти земельные участки, возможно их к использованию. Я уже говорила, что сегодня изучение идет, изучение возможностей использования. В любом случае они будут в черте населенных пунктов, в любом случае они будут в черте жилой застройки. Я хочу еще пояснить, что у субъекта Российской Федерации имеется преимущественно право по приобретению земельских возназначения. Мы с прошлого года с вами очень плотно обсуждали, что сегодня имеется в республике очень много нарушений преимущественно права Чуварской Республики. Но вот выявленными фактами по выявленным фактам республика обратилась в лице Минимущества в судебные органы для того, чтобы защитить интересы государства, интересы правительства республики. И соответственно сегодня мы уже имеем решение суда по 130 гектарам земель сельхозназначения уже суды приняли решение в пользу Чуварской Республики, где на самом деле были нарушены права Чуварской Республики. На сегодняшний день, кроме этого, ведется работа правоохранительными органами по тем коррупционным фактам нарушения, именно по реализации, по нарушению преимущественно права Чуварской Республики. Кроме того, еще в судах у нас есть иски, которые рассматриваются на сегодняшний день. Общая площадь по тем искам, которые судебные органы сегодня рассматривают, это 45 гектаров земли. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не доводить до судебных вот этих вот решений, чтобы не допустить ненадежных, неблагополучных каких-то вот инвесторов? Вы знаете, это не инвесторы, это, наверное, перекупщики, которые просто на ничего при этом не делают и имеют баснословные деньги от реализации этих земельных участков. Мы уже много раз обсуждали именно, какими методами, какими действиями, но единственное, конечно, у нас ведется борьба с этими перекупщиками, серыми перекупщиками, мы их условно называем, для того, чтобы их действительно искоренить, для того, чтобы этот механизм, этот рынок оборота земель сельхозназначения, он был прозрачным, публичным. И, соответственно, не нарушались права и самих собственников земельных долей, и, соответственно, конечно, не нарушалось права правительства Чувашской республики. Есть земли, на которых должны быть строиться, но уже много лет не строят. Вот эти вот земли каким-то образом будут изыматься у владельцев? И возможно ли рассмотрение этих участков тоже для строительства жилья эконом-класса? Да, совершенно правильно. На самом деле есть такие земельные участки, которые собственниками не осваиваются или арендатами не осваиваются, для того, чтобы таких вот нередливых собственников дисциплинировать. Внесены нормативные документы Кабинета министров, где предусмотрено увеличение арендных платежей за несвоевременное освоение данных земельных участков. Кроме того, идут судебные процедуры по и расторжению этих договоров аренды, и, соответственно, и по предоставлению этих земельных участков добросовестным или инвесторам, которые своевременно могут эти земельные участки осваивать. Субтитры создавал DimaTorzok